добрый день дорогие ребята сегодня мы с вами рассмотрим такую тему как грибы особенности размножения строения размножения и классификации и для этого мы с вами разберем четыре вопроса первый вопрос общая характеристика грибов второй вопрос строение клетки и вегетативного тела третий вопрос размножение вегетативная бесполая половое гетерокариоз и четвертый вопрос поговорим с вами о некоторых классах грибов таких как хитридиомицеты оумицеты и зигомицеты приступим с вами к рассмотрению первого вопроса в до в девонский период палеозойской эры появились новые гетеротрофные организмы грибы они относятся к бесхлорофильным низшим организмом объединяющим до 100 тысяч видов причем грибы имеют размеры от мелких микроскопических до великанов например трутовики дождевики и другие в системе органического мира царство грибы занимает вообще отдельное положение между растениями и животными в связи с тем что обладает рядом черт сходных из теми и с другими да они лишены хлорофила и поэтому три им требуется для питания готовое органическое вещество то есть по способу своего питания грибы конечно же являются гетеротрофами значит мы уже с вами сказали что грибы царство грибы включает себя признаки которые их сближают как с растениями так и животными ну давайте теперь посмотрим какие же эти это признаки какие же это признаки признаки сближающие их с растениями да это конечно же наличие плотной клеточной стенки осматический способ питания и неограниченный рост то есть рост течение всей жизни а что же их сближает с животными во первых наличие в обмене веществ мочевины мы с вами сказали что плотная клеточная стенка их сближает с растениями но в отличие от растений в состав клеточной стенки грибов входит хитин а не лоза до запасной продукт у них гликоген ну и опять же гетеротрофный тип питания их очень сближает с животными грибы имеют полифилитическое происхождение то есть их группы произошли независимо от разных бесцветных жгутиковых или теряющих жгутики амебоидных флагелят для некоторых грибов предполагается происхождение от водорослей грибы распространены широко во всех географических зонах они хорошо развиваются в лесах на полях в почве в воде на стенах домов в организме других растений животных их характерной особенностью является гетеротрофность которая определила их основные черты строения готовые органические вещества поступают в клетки путем осмоса поэтому у них развивается большая поглощающая поверхность продолжительность жизни грибов варьирует от нескольких дней до нескольких лет нахождение грибов а из года в год на одном и том же месте объясняется долговечностью мицелия который произрастает на этой территории велико также разнообразие в строении и размерах грибов например дрожжевой гриб состоит из одной клетки как вы знаете да то есть микроскопических размеров а трутовик его мицели пронизывает ствол дерева от основания до вершины то есть вот такое крупное образование все грибы нуждаются во влаге и тепле оптимальная температура для большинства 20 25 градусов свет как вы понимаете им не нужен потому что авто синтезировать они не способны обратите внимание на какие три группы делятся грибы по способу своего питания первая группа это грибы паразиты на первых порах своего развития они стимулируют рост хозяина например грибы такие как мучнистая роса ржавчины и грибы и так далее они паразитируют на растениях это около 10 тысяч видов грибов способных поражать растения а реже могут паразитировать на животных их несколько меньше это 300 видов вторая группа по способу питания это сапрофиты они составляют три четвертых всех грибов живут в основном на растениях то есть основная масса грибов как раз по способу питания относятся к сапрофит и третья группа это грибы симбионты они связаны с высшими растениями поступают с ними в отношении образуя тем самым микоризу да или сожительство гриба с корнями высших растений а также грибы симбионты связываются например с различными водорослями для того чтобы сформировать особую группу скажем так живых организмов как лишайники да при этом они могут вступать симбиозы как с водорослями так и синие зелеными водорослями или цианобактерии ну давайте теперь с вами поговорим из чего же состоит клетка гриба да рассмотрим строение грибной клетки посмотрите внимательно на рисунок изображенную вас на слайде и отмечайте те элементы которые я буду проговаривать грибная клетка покрыта жесткой оболочкой которая может отсутствовать азас у зооспорт и у клеток некоторых не шеврит состав оболочки входят 80 90 процентов полисахаридов связанных с белками и липидами скелетно скелетные структуры состоят из хитина и целлюлозы хитин напомню вам это азот содержащие нерастворимое в крепких растворах щелочей вещество он составляет у некоторых грибов до 60 процентов сухой массы оболочки клетки это вещество является также основным компонентом оболочки наружных покровов насекомых и некоторых ракообразных и оболочки клеток сине-зеленых и зеленых водорослей а наружный слой состоит из глюканов состав клеточной оболочки у одного вида гриба зависит от роста он не одинаков в оболочках мицелия спорангиеносцев и спор на поверхности клеточной оболочки в цитоплазматической мембраны локализованы ферменты клеточная оболочка осуществляет у грибов многочисленные функции среди них конечно же всасывающая активное всасывание питательных веществ субстрата структурная придает форму клеткам гиф и органам гриба и так далее продолжим структурной связи с плазмолемой и клеточной оболочкой находятся такие образования как ломосомы обратите внимание на рисунок ломосомы это слой электронно-прозрачных структур который располагается между клеточной оболочкой и цитоплазматической мембраны они обнаружены практически у всех грибов функция их до конца не выяснила следующая структура это цитоплазма представляет собой коллоидную среду содержащую структурные белки ферменты аминокислоты углеводы липиды и другие вещества ну и также органоиды до входят состав цитоплазму теперь поговорим про те органоиды которые мы можем с вами встретить в клетке грибов ядро округлой или удлиненной формы окружено двойной мембраной а имеет ядрышко клетка при этом может содержать одно несколько или множество ядер а некоторые примитивные черты организации ядерного аппарата у грибов позволили высказать предположение о том что грибная клетка наиболее примитивная и древняя из клеток всех ныне живущих эукариот более того по ряду признаков она является промежуточной между прокариотической и эукариотической то есть так сказать мезокариотической клеткой да а специфическими особенностями ядер грибов являются очень небольшой размер генома то есть малое количество днк на ядро и слабое его а варьирование у разных представителей грибов а ядро грибов практически всегда лишено конденсированного хроматина также примитивным признаком ядера грибов является их поведение при делении при этом сохраняется ядерная оболочка так называемые закрытые митос и миоз деление ядра перетяжкой сохранение ядрышка при методе частое отсутствие метафазной пластинки хромосом или вообще отсутствие конденсации хромосом при делении ядра также небольшое число микротрубочек верить на деление при миграции ядер из одной клетки в другую создаются неодинаковые условия для их взаимосвязи стоплазмы для процессов метаболизма это в свою очередь является одной из причин появления значительной изменчивости грибов следующая структура о которой мы с вами поговорим это вакуоль вакуоль это структура круглой реже неправильной формы который выполняет функцию депо для отложения запасных веществ или же токсических продуктов метаболизма эндоплазматическая сеть или эндоплазматический ретикулум до представлены системы разветвленных цитоплазмы и связанных между собой канальцев цистерн полостей выполняющих функцию внутриклеточной и межклеточной транспортной сети для метаболитов аппарат гольджи представлен диктеосомами различных размеров от которых отшнуровываются лизосомы лизосомы как вы помните имеют вид пузырьков окруженных однослойной мембраной и заполненные протеазами которые способны аккумулировать вредные для клетки промежуточные продукты метаболизма митохондрии это эллипсовидные структуры постоянно меняющие свое положение в клетке они покрыты одной двуслойной мембраной с внутренними выростами кристами содержит множество ферментов и собственную днк являются генераторами энергии в клетке рибосомы имеют вид а маленьких круглых телец и принимают участие в синтезе белка включение а мы с вами уже сказали что основное запасное запасное вещество в клетке грибов это гликоген который равномерно распределяется в цитоплазме в виде мелких гранул растущие верхушки гиф лишены гликогена липиды и жировые вещества например валютин жирные кислоты содержатся в клетке виде капелек называемых липосомами в клетках гиф и мицелия могут накапливаться и другие метаболиты например рибофлавин полифосфаты пигменты и прочее подвижные клетки грибов такие как зооспоры и гаметы снабжены скажем так поверхностными структурами называемыми жгутиками помогающими их им в передвижении ну а теперь давайте с вами рассмотрим строение вегетативного тела гриба вегетативное тело грибов представляет собой мицелий который состоится состоит из ветвящихся нитей или гиф с опекальным или верхушечным ростом и боковым ветвлением толщина этих гиф не превышает как правило 5 6 микрометров мицелий пронизывает субстрат и всей поверхностью поглощает из него питательные вещества это так называемый субстратными цели а также он может располагаться на его поверхности или подниматься над субстратом тогда мы с вами говорим о поверхностном или воздушном не цели на воздушными цели обычно образуются органы размножения окраска мицелия связана с отложением пигмента в клеточных оболочках и она может быть очень разнообразной белый если гифы бесцветные а может приобретать разные оттенки розоватый зеленоватый бурый черный и так далее у низших грибов различают не клеточный или ценоцитный мицелий который лишен перегородок и представляет как бы представляет собой как бы одну такую гигантскую клетку с большим числом ядер такой мицелий характерен для представителей отделов хитридиомицеты оумицеты гифохитридиомицеты и зигомицеты у высших грибов а клеточный или септированный мицелий а он разделен перегородками или септами на отдельные клетки содержащие от одного до многих ядер он характерен для отделов аскомицеты базитиомицеты и дейтеромицеты у некоторых грибов например у дрожжей вегетативное тело представляет собой одну пачкующуюся или делящуюся клетку микроскопических размеров если такие пачкующиеся клетки во время пачкования там или делений не расходятся то образуется так называемый псевдомицелий также у грибов иногда можно наблюдать дифференцировку гиф мицелия отдельные гифы в результате приспособления к выполнению определенных функций несколько изменяет свой внешний вид мы с вами проговорили о клеточном строении а также о морфологии вегетативного тела гриба да давайте сейчас с вами поговорим о способах размножения грибы размножаются вегетативным бесполым и половым путем вегетативное размножение происходит частями мицелия либо осуществляется путем пачкования бесполое размножение осуществляется с помощью спор или зо спор например у водных каких-то представителей ну и половое размножение состоит из слияния мужских и женских половых гомет в результате чего возникает зигота обратите внимание какие же формы полового процесса характерны для грибов они достаточно разнообразны гометогомия это слияние гомет образующихся в гометангиях часто наблюдается у низших грибов гометогомия может быть изогамны это слияние морфологически не различающихся между собой гомет или гетерогамны это слияние гомет различающихся по размерам при ооганном половом процессе оогомеда крупные неподвижные яйцеклетки формирующиеся в агониях оплодотворяются мелкими подвижными сперматозоидами которые развиваются в антелидиях ну и здесь на нашей схеме можете предаблюдать гометогомия в самом верху у нас нарисована да изогамия две гометы абсолютно одинаковые по форме и размеру гетерогамия по форме две одинаковые гометы но различные по размеру и оогамия это наличие неподвижной крупные яйцеклетки и подвижного мелкого сперматозоида следующий процесс гомета ангиогомия характерно для зигомицетов и аскомицетов она состоит в слиянии двух специализированных половых структур не дифференцированных на гометы да как раз у нас гомета ангиогомия видите внизу изображена да ангиогомия по другому мы еще можем называть ну и еще один половой процесс это саматогомия саматогамный половой процесс или саматогомия характерно для базидиомицетов гометы и половые клетки отсутствуют а сливаются обычные соматические клетки мицелия помимо этого для грибов для многих грибов из разных классов известное явление которое получило название гетерокариоза это содержание в мицелии генетически различных ядер в процессе развития такого гетерокариотического мицелия число ядер разного типа может варьировать обеспечивая адаптацию гриба к меняющимся условиям среды в гетерокариотическом мицелии иногда ядра могут сливаться а при метатическом делении таких диплоидных ядер может наблюдаться процесс рекомбинации данный процесс состоит из нескольких этапов слиять и слияние ядер гетерокариона и образование диплоидного гетерозиготного ядра размножение таких гетерозиготных ядерами цели методическая рекомбинация во время размножения диплоидных ядер вегетативная гоплоидная или вегетативная гоплоидизация диплоидных ядер в результате утраты ими хромосом но этот процесс как я уже говорила известен у многих грибов также характер смены ядерных фаз в цикле развития грибов может быть различен у одних грибов гаплобионтов редукционное деление диплоидного ядра прорастает происходит при прорастании зиготы у других диплобионтов редукцион вся жизнь происходит в диплоидной фазе а диплоидное ядро редукцион редукционно делится только перед образованием гомет вообще грибы размножаются интенсивно одна особь дает десятки тысяч миллионы и даже сотни миллионов спор а в течение вегетации некоторые могут дать несколько поколений ну и например в одном грамме огородной почвы можно найти до 100 тысяч спор и других зачатках грибов ну а теперь давайте с вами немного поговорим о классификации грибов и рассмотрим несколько классов класс хитридиомицеты у вас сейчас представлен на слайде представители данного класса связаны с водной средой они паразитируют на водорослях других водных грибах высших растениях беспозвоночных животных высших наземных растениях во влажной почве а меньшая часть ведется профитный образ жизни сапротрофные а поселяясь на ветвях листья в плодах растений вегетативное тело многих в не клеток внутриклеточных форм представлена голой плазм плазменной массой лишенной клеточных оболочек от он всей поверхностью впитывает питательные вещества из клетки хозяина высокоорганизованные формы характеризуются дифференцированностью вегетативного тела имеется зачаточные ризы мицелий и также отходящие также отходящие от основных клеток мицелия ризы мицелий не имеет ядер служит для прикрепления к субстрату и поглощение из него пищи у более организованных паразитных грибов вегетативное тело представлено ветвящимся ризами цели или системой гиф которые захватывают несколько клеток хозяина основа клеточной стенки составлены хитином до 60 процентов всего состава бесполое размножение у них осуществляется зооспорами с одним жгутиком который прикрепляется сзади зооспора у них образуется в зооспорангиях половое воспроизведение разнообразно хологами и загамия гетерогамия огами на мед у них образуется в доме танки зигота превращается в клетку цисту которая одета толстой оболочкой большинство хитридиевых являются гоплоидными организмами в вегетативном состоянии и диплоидно у них лишь зигота многие хитридиевые также вызывают массовые заболевания грибов в порядке различают три в классе различают три порядка это порядок хитридиевые непосредственно порядок бластокладиевый и порядок моноглифоридовый теперь давайте с вами скажем о классе олмицет класс включает большую группу наиболее широко известных водных грибов обитающих на растительных остатках либо обитающих на трупах животных или они являются паразитами водорослей других водных грибов беспозвоночных животных амфибий и рыб некоторые из представителей олмицетов живут в почве наиболее высокоорганизованные это облигатные паразиты высших наземных растений как правило представители олмицетов бесцветные имеют хорошо развитые неклеточные мицели жгутиков у них может быть один-два более длинный жгутик перистый направлен вперед гладкий жгутик более короткий направлен назад вегетативное тело олмицетов представлено хорошо развитыми целием сложенным из многоядерных лишенных перегородок гиф с неограниченным верхушечным ростом бесполое размножение у них за спорами у немногих осуществляется канидии половой процесс а агамны при котором антеридии не дифференцированы на гаметы в состав класса входит несколько порядок порядков из которых наиболее важными являются сопролегниевые лептомитовые и пероноспоровые ну и 3 класса который мы с вами должны сказать сегодня это класс и зигамицета значит он включает в себя грибы мицели которых не разделен септами исключение составляют представители некоторых порядков клеточные стенки содержат в своем составе хитин и хитозан подвижные стадии у зигамицетов отсутствует бесполое размножение осуществляется спорангиоспорами образующимися в споранге половой процесс зигогамия но известен не у всех групп в эту группу включаются протрофные грибы и паразиты растений животных грибов микоризообразователи эндо и эксосимбионты членистоногих хищные зоопаговые грибы а в классе зигамицеты выделяют от 3 до 8 порядков и включают около 500 видов центральным порядком класса является порядок мукоровые который насчитывает около 50 родов они представлены преимущественно сапротрофными некоторые паразитами на растениях и грибах на человеке и животных мукоровые грибы участвуют в разложении органических веществ в почве часто азот содержащих некоторые разлагают пектин представители других порядков это специализированные группы грибов например эндогоновые это сапротрофы в почве на растительных остатках на подземных частях растения некоторые виды образуют эндотрофную микоризу с корнями многих однолетних и многолетних травянистых растений а также яблони энтомофторовые это паразиты членистоногих в основном насекомых вызывают массовую гибель тлей комаров саранчи ну и как мы уже сказали зоопаговые это хищные грибы которые развиваются за счет почвенной нано и микрофауны их клейкими цели приклеивается например клетки амебы и образует густорий которые проникают внутрь представители других хищных грибов образуют ловчие кольца в которые попадают нематоды как раз вот на фотографии мы можете увидеть данное ловчие кольцо и нематоду которая была поражена грибом скажем так относящимся к данному порядку ребята мы с вами сегодня познакомились с такой темы как грибы особенности строения размножения и классификации рассмотрели несколько вопросов познакомились с общей характеристикой грибов рассмотрели строение клетки и вегетативного тела грибов охарактеризовали типы размножения у грибов да и познакомились с некоторыми классами относящимися к данному царству я благодарю вас за внимание всего вам доброго